И это правда так. Вы знаете, она сделает очень много эйсов, очень здорово подаёт. Но это волнение финала, и поэтому неудивительно, что вот так пока не складывается у неё игра. Да, проиграла. И этот мяч и под ноль проиграла. Пока одинок. Немножечко робкая. Она, конечно, создаёт... Игровность положения ровно. И ещё один предпоиграл, уже третий. Светлана. Ещё попала. Ну, немножко по-другому всё-таки. Она старается держать мяч. Она вообще в последнее время так играет. Она довольно долго. Она ещё имеет определённую тенденцию. Она подаёт только под право. А у Светланы Кузнецовой идеальный удар справа. И она с него атакует. Ну, вот как здорово обводит. Вот Лена продемонстрирует. Вот она и завершила этот гейм в свою пользу. И здесь вот... Великолепный удар. Дать направление. Подойти к мячу здесь ничего не смогла сделать. Вот посмотрите, как. Чисто... Да, безусловно, она мощнее действует. Ведь, в общем, почти не знали. Она жила в Петербурге, а потом уехала в Испанию. И были какие-то другие звёзды её сверстницы, о которых говорили более серьёзно. Ну, в частности, та же Динара Сафина, на которую ставка делалась гораздо более активная. А она себе работала и работала. Да, вот сейчас, пожалуй, лучший розыгрыш под демонстрированием. Знаете, скорость, темп. И Лена, несмотря на все свои старания, в общем-то... Было грубых ошибок. Конечно. Конечно, можно рисковать. Но надо что-то ещё предпринимать для того, чтобы... Ух ты, как играет. Нет, а ты знаешь, вот мне тоже, ты знаешь, вот я был... Загморивший. В общем-то, да, она из Мири Пирс так играла. Неожиданно для меня. Нет, так сильно нет. Сегодня ещё сильно нет. Но ведь и Дементьева славится своими мощными, очень резкими ударами. Ох, какая водка. Ах, да. И вот впервые, пожалуй, Света Кузнецова жала так... Вот сейчас блестяще. Вот, на обводке. Посмотрите ещё раз. Изумите. Вот это да. Сколько она выиграла уже мяча? Это тренаж. Вот, допустим, когда теннисист или теннисистка действует... Кузнецова своя подача хорошая. Ну вот она и добила своего. Вот два... И посмотрите, на второй подаче Светлана сделала эйс. Вот это только она, по-моему, делает... И вот первую, пожалуй, чисто вы... И очень хорошая подача. Да, и выиграла Витя опять чисто, чистым ударом. Справа выигрывает и мяч, и берёт и первую партию. Сочётом... Ту подачу, которая... Вот она, первый раз я попыталась... Ну и то под право. Ты понимаешь, под право... Нет, ну с этой позиции мы оценивали её великолепные шансы. Потому что, во-первых, правый удар у неё очень хороший. А во-вторых, она на приёме способна вот наносить... ...которых мы уже успели вам сказать. Как играет сторона Светлана? Она играет и быстро, и может. Да что же, в общем, проблема для молодых? Вот, пожалуй, вот первый удар. Да, первый удар в своём стиле. Вот я продолжу тоже мысль, я скажу, что вот эта игра помогла, наверное, в общем-то, стать универсальной теннисисткой Кузнецовой. Она вот в этом году выиграла тур. Ну что ж, вот мы увидели, наконец, Дементью уже в атаке почти. Да, вот, попала, попала. Попала, попала. И этот мяч, ну, этот просто великолепно сыграл. Она забежала. И менять, она забегает, причём, явно забегает. Посмотрите, она стояла даже за парной линией. Сила её же подачи угрошилась. Ну, зато ответный удар просто. Ну, что-то, что творит. Там, посмотрите, какие чистые выигранные мячи, да, ничего не может поделать Дементью. Но она играет, как отметить, вы знаете, то, что, конечно, ей не пришлось гораздо тяжелее. Вот это проведение вот этого турнира, он вообще... Надламывается, но, во всяком случае, можно вспомнить все её сложнейшие матчи, которые она провела. Именно в этот период времени она теряла концентрацию, во-первых, а во-вторых... Ну, что здорово, что здорово. Так она легко держит удары, Дементьев. Слышишь, да, ты сказала, Дементьева держит удар. А там ты последовала. Да, противоход сыграла, очень здорово. Находится сейчас. Да, за билой, да, этот раз здорово очень играет. И наш Кузнецов... И опять, видите, ну, всё время атакует Кузнецова всё время. Вот опять, видите, вторая подача... Вот он, видите, опять, со второй подачи уже владеет полной. Ну, всё то же самое. Абсолютно то же самое рисунок. И мяч уходит за пределы корта. Это значит, тройной матч. И попало, вы знаете, со второй подачи выигрывает не только гейм, но и весь матч. И вообще-то становится лучшей на этом чемпионате именно Светлана Кузнецова. У Лены Дементьевой, несмотря на то, что она второй раз была в этом сезоне в финале турнира Большого Шлема, второй раз финал не получился. Но если во Франции на кортах Ролан Гарос, у неё не получился финал по той причине, что всё-таки она сама не играла в полной мере так же блестяще. То есть, самых седьмых паренхистов нашей планеты.